По заказу Министерства транспорта России, открытое акционерное общество «Особые экономические зоны» в сотрудничестве с ведущими российскими институтами ведет работу по обоснованию инвестиций в проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Мурманская область объективно является одним из стратегических регионов Российской Федерации. Это определяется двумя важнейшими факторами. Первый из которых – наличие достаточных запасов различных минерально-сырьевых ресурсов, в том числе углеводородов арктического шельфа, а второй – ее особое геополитическое положение, позволяющее беспрепятственно экспортировать ресурсы на мировой рынок. Эти факторы, в сочетании с возможностью круглогодичной навигации, с прямыми выходами на международные морские торговые пути, позволяют в перспективе определить миссию Мурманской области как региона, являющегося транспортным и энергетическим узлом международного трансграничного сотрудничества и интенсивного развития межрегиональных связей. Мурманский морской торговый порт сегодня – это современное транспортное предприятие с годовым грузооборотом около 27 миллионов тонн. Основу грузооборота порта составляют перевалка угля, а также нефти, нефтепродуктов и минеральных удобрений. Анализ перспектив развития порта позволяет позиционировать его как международный глубоководный хаб-центр. Основные конкурентные преимущества порта Мурманск, его глубины и прямой выход в океан, оптимально соответствуют целям создания глубоководного порта мирового уровня. Создание такого порта на северо-западе России способно повысить конкурентоспособность российской транспортной системы в целом. С заданием на разработку обоснования инвестиций определены основные направления развития Мурманского транспортного узла. Реконструкция угольного терминала на восточном берегу Кольского залива. Реконструкция железнодорожной составляющей в пределах подходов Мурманского отделения железной дороги. Строительство контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива. Строительство терминальных комплексов для перевалки угля и нефти на новой территории западного берега залива Строительство новой железнодорожной ветки Мурмашилавна на западном берегу Кольского залива А также создание логистического центра по управлению грузопотоками Мурманского транспортного узла Реализация каждого подпроекта предусматривает К части железнодорожной составляющей предусматривается Реконструкция магистральной дороги с прокладкой вторых путей на участках общей длиной около 350 километров А также удлинение путей и расширение существующих станций А также строительство железнодорожной ветки длиной 27 километров и станций На участке Мурмашилавна На западном берегу предусматривается строительство нефтеперегрузочного комплекса Производительностью до 35 миллионов тонн нефти в год Из них 25 миллионов тонн предполагается доставлять морем с арктического шельфа А 10 миллионов тонн с континентальных месторождений по железной дороге Вывоз нефти на экспорт предусмотрен судами-дедвейтом до 350 тысяч тонн В составе терминала предусмотрен резервуарный парк суммарной емкостью 1,5 миллиона кубометров И причальный фронт длиной около 3,5 километров Также на западном берегу планируется строительство нового угольного терминала С годовым объемом на полное развитие до 20 миллионов тонн В составе терминала предусмотрен склад угля общей вместимостью 1,2 миллиона тонн С одновременным хранением до 5 марок Проведенные расчеты показали возможность обработки навалочных судов дедвейтом до 260 тысяч тонн Целью реконструкции угольного терминала на Восточном берегу является снижение экологической нагрузки на город За счет применения современных технологий перевалки угля Открытые складские площадки терминала будут расположены в тыловой зоне 2-го грузового района Мурманского морского торгового порта И смогут обеспечить суммарную вместимость 258 тысяч тонн угля Таким образом пропускная способность площадок комплекса составит 6 миллионов тонн Строительство контейнерного терминала на Восточном берегу должно обеспечить позиционирование Мурманского порта В области мировой портовой деятельности как стратегического глубоководного порта России Способного принять и обработать суда сверхкрупного водоизмещения Предполагается, что новый терминал, рассчитанный с учетом возможной перспективы роста водоизмещений контейнеровозов Минимум на 15-20 лет, будет способен обеспечить потенциальную возможность обработки контейнеровозов Вместимостью 15 и более тысяч контейнеров Строительство терминала предполагается осуществить на резервной территории за 19-м причалом Предложенная конфигурация терминала рассчитана на годовую производительность до 1 миллиона контейнеров В дальнейшем планируется доработать технические решения для обеспечения возможности наращивания грузооборота В составе Мурманского транспортного узла предусматривается и создание современного многопрофильного логистического центра Суровые климатические и инженерно-геологические условия края, безусловно, отражаются и на его экономике Даже при поверхностном рассмотрении очевидно, что стоимость строительства любого объекта в Мурманском транспортном узле И приведенные эксплуатационные затраты не менее чем на 40-50% выше по сравнению с портами, расположенными южнее полярного круга С целью некоторой компенсации и сдержек для придания экономической и инвестиционной привлекательности Планируется создание на территории Мурманского транспортного узла особой экономической зоны портового типа Перспективное развитие Мурманского транспортного узла возможно только при финансовом участии в строительстве инженерной инфраструктуры Глубоководных причалов и оборудований акватории со стороны государства Такой подход позволит создать на базе Мурманского порта современный международный глубоководный хаб-центр Который гармонично впишется в структуру мировой транспортно-логистической системы Санкт-Петербургский порт рассматривался Петром Великим как окно в Европу Создание же стратегического глубоководного порта Мурманск станет воротами в Америку и Азию Таким видится будущее современного стратегического порта России Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Америку!